На телеканале Ветта 24 Лобби Холл. Я его ведущий, меня зовут Валерий Мазанов. Здравствуйте. Делать, думать и говорить одно и то же – это кратчайший путь к достижению цели. Таков девиз нашей программы. Квартирный вопрос – всегда острая и больная тема в жизни каждого человека. Но особенно остро он стоит для тех, кто проживает в ветхом и аварийном жилье. Как решается эта проблема в Пермском крае? Об этом мы говорим сегодня с председателем Комитета по инфраструктуре Законодательного собрания Пермского края Виктором Плюсниным. Здравствуйте, Виктор Борисович. Здравствуйте, Валерий. Но прежде чем мы перейдем к теме ветхого жилья, я бы хотел услышать от вас общую картину. Как строится жилье в Пермском крае, какие показатели и так далее. Действительно, вот мы с вами прожили год с пандемией, да, и, конечно же, были там большие сомнения, что, наверное, мы там просядем, вот, 20-й год, если говорить сегодня о нем, да. Но я скажу, что, в общем-то, нормально отработали, потому что планы наши были где-то порядка миллион 77 тысяч квадратных метров жилья, а по данным статистики почти миллион 200 тысяч квадратных метров жилья. Даже с опережением? Даже с опережением примерно где-то на 10-11 процентов. Я считаю, это очень хорошо, причем считаю, что очень правильно отработало правительство, потому что и были ограничения, связанные, скажем, с масочным режимом, со всеми делами, связанными с пандемией. Но, тем не менее, правительство включалось в работу и с точки зрения, там, экономического блока, да, и с точки зрения, там, строительного блока. И максимально помогали, потому что нам было очень важно, чтобы все-таки и люди были задействованы, и люди работали, и стройка шла. Если вот говорить в целом вот так вот в цифрах, да, то все удалось, все получилось. Новые дома, новые квартиры, опережение – это все хорошо. Но у нас очень много старого жилья, ветхого того самого и аварийного. Но вот, судя по данным, которые можно найти в средствах массовой информации, здесь тоже есть некое опережение. То есть мы увеличиваем, наращиваем темпы. Так ли это? И вот если сравнить картину с ситуацией трех, там, пятилетней давности, как она выглядит? Ну, в целом, Пермский край, даже если, скажем, смотреть в рамках Российской Федерации, мы очень даже выглядим неплохо, я бы даже сказал, хорошо. И здесь надо сказать, что правительство тоже отработало, ну, я считаю, что, ну, наверное, там, на пятерочку-то совершенно точно, может быть, даже и с плюсом. Такая любопытная цифра, что у нас каждый десятый квадратный метр жилья в Российской Федерации, расселенное жилье, это Пермский край. Вот. При этом смотрите, вот если говорить уже в целом о картине. На начало текущего года у нас аварийным является 811 тысяч квадратных метров жилья. Цифра, конечно, очень большая. При этом мы понимаем, что надо задачу решать. И очень хорошо, что у нас сегодня есть национальный проект «Жилье и городская среда». И в рамках этого проекта у нас есть проект «Жилье», вот именно, который нацелен на решение, в том числе, этой задачи, да. Особенностью вот ситуации в Пермском крае является то, что у нас работает не только федеральный проект, федеральные деньги, у нас в том числе есть и свой региональный проект. Причем федеральный проект решает задачу по тем домам, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, вот. А мы за счет своего ресурса, и мы выделяем порядка миллиарда рублей ежегодно на эти цели, мы решаем задачу домов после 1 января 2017 года. И почему для нас это очень важно? Дело все в том, что когда дома были признаны аварийными, допустим, в каком-то квартале, да, там ряд домов, при этом, да, они признаны аварийными, мы их растеляем, так, а остальные-то дома остаются, и в результате мы не получим... Хотя их состояние тоже плачевное. Примерно близкое к этому, да, но они уже после 1 января 2017 года, но нам ведь сегодня нужно решить задачу, чтобы потом на месте сносимых домов мы могли построить новое жилье. Ну и вы сами понимаете, да, когда часть сносится, а часть нет, это, конечно, большая проблема, то есть мы не решаем задачу освободить для строительства целый квартал, да, и, конечно, в этом случае планировать застройку крайне сложно, поскольку вы же понимаете, что позиция сегодня такая, не просто построить только жилье, нам нужны в том числе объекты социальной инфраструктуры. Это где-то нужны школы, где-то нужны детские сады, где-то спортивные площадки. И это все такая вот большая задача, и мы ее достаточно успешно решаем. Причем я вам скажу, что федерация, видя, насколько эффективно работает Пермский край, выделяет средства вот в конце прошлого года более 2 миллиардов рублей, и 2,4 дополнительно выделили Пермскому краю. Цифра внушительная, соглашусь, но при этом в ответ хочу вам другую цифру назвать. 800 тысяч, вы сказали, квадратных метров, это на сегодняшний день, вот тех самых, которые признаны до 2017 года, но время идет, и вот даже профильные специалисты, профильные чиновники, которые занимаются этой темой, они совершенно откровенно говорят, пока мы до 2025 года решаем эту задачу, тех домов, у нас будет еще больше аварийного и ветхого жилья. Вот если заглянуть в перспективу, то есть депутаты, законодательное собрание правительства понимают, как вот с этим бороться, потому что растет ведь число. Действительно, и у нас на комитете, значит, и на фракции, значит, День России докладывало министерство, ну да, мы действительно услышали цифру, но она так прямо, скажем, впечатляет, потому что прирост примерно так по оценке на 150-170 тысяч квадратных метров ежегодно прирастает. Я бы, наверное, не стал сейчас прямо говорить рецепт, как эту задачу решить, но мы понимаем совершенно точно, что она есть. Причем надо все-таки к этому подойти, видимо, комплексно. Ведь сегодня очень важным является то, чтобы, первое, принять какие-то меры, которые бы не позволяли дому из нормального перейти в разряд ветхого, а из ветхого в аварийное. У нас сегодня есть программа «Фонд капитального ремонта». Вот максимально нужно это отработать. Причем вот даже сейчас, я вам скажу, у нас есть дома, порядка 1200 домов, которые сегодня в программе капитального ремонта стоят, но при этом уже сделана оценка по их состоянию, их ремонтировать нецелесообразно. В силу того, что... Дороже. Понимания, что с ними делать, у нас пока нет. Должны быть еще какие-то, в том числе, может быть, федеральные программы, потому что проблема сегодня не только в Пенском крае. Она сегодня по всей России вот такая. И мы понимаем, почему. Мы действительно, вот в постсоветское время, мы очень долгое время, просто не хватало нам невозможности, да финансовые в том числе, чтобы эти задачи решать. Сейчас это все-таки решается. И это уже хорошо. Поэтому мы будем с правительством эти вопросы обсуждать и какую-то вырабатывать действительно целую программу, какую-то политику, как с этим поступать. Нам нужно все равно эту задачу решать. Любой переезд – это всегда стресс, а переезд, связанный с выселением из аварийного жилья, ну, по сути, вынужденный, да, это двойной стресс. Расскажите, пожалуйста, вот какие механизмы применяются при расселении? Я знаю, что там есть и социальное жилье, есть и собственники, и там масса всяких вариантов. То есть какими путями идет правительство при расселении? Самое главное, да, сегодня есть совершенно нормальная, законодательно закрепленная, что, да, мы расселяем метр в метр. Ну, или там с небольшим, может быть, плюсом, да. Но не минусом. Да, но не минусом, да. Это точно совершенно, это закреплено законодательно, да. Потому что, к сожалению, бывают такие картины, когда там совершенно небольшая квартирка, да, а в ней там прописано пять человек, то есть семей, так. Где-то люди это сделали, так получилось в жизни, да, где-то это люди сделали в том числе сознательно, понимаете. Вот, ну, и, конечно, мы никогда не решим эту задачу. Поэтому позиция государства сегодня такая. Если вы живете, там, условно, вот такое количество, являетесь собственниками данной квартиры, мы вам точно такое же дадим. Вопрос второй, да, где? На самом деле, я вам скажу, что это очень плотно отрабатывают уже муниципалитеты, предлагая людям тот или иной путь. При этом, ведь есть разные варианты, да, можно получить, значит, попросить, чтобы вас расстелили в новое жилье, можно в том числе и выплату сделать. И самим потом выбирать. Да, и потом, пожалуйста, да, причем то, что касается наших денег, да, то здесь даже как бы свобода некая для людей, да, мы выделяем деньги, пожалуйста, решайте свои задачи, причем любые свои задачи. Я считаю, это очень здорово, вот, то есть выбор-то есть, да, это вот не просто прямо так, залезно только сюда и никуда. Выбор есть, поэтому люди принимают решения, принимают по-разному, в общем-то, но это, конечно же, такая индивидуальная работа с жителями, да, мы понимаем, что это наша государственная задача, и мы ее решаем. Есть еще одна острая проблема, связанная с жильем, это обманутые дольщики. Правда, вот, в последний год, наверное, два острота ее снижается. Опять же, если судить там по публичным социальным сетям, посредством массовой информации, вам виднее, вы внутри ситуации. Вообще, когда мы впервые обратились к этой проблеме, законодательное собрание, и действительно задали вопрос, давайте что-то ведь делать нужно, да, там реально обманутые дольщики, потому что люди, заходя в такие проекты семьи, они ведь по-разному заходят. Кто-то закладывает свое жилье, кто-то продает свое жилье, чтобы стать дольщиком нового строительства, да, сами снимают квартиру. То есть ситуации очень и очень разные, да, и, ну, мы точно понимали там боль любой семьи, которая оказалась в такой вот сложной уже жизненной ситуации. И когда мы начали системно смотреть этот вопрос, у нас даже есть решение комитета, мы вообще его смотрим ежеквартально, этот вопрос, ежеквартально, кстати говоря, вот на апрельском заседании мы снова будем этот вопрос смотреть, в повестке дня комитета стоит. Была задача, первое, не провести ревизию, а сколько у нас этих проблемных объектов. И ежеквартально смотрим, сначала там 11 домов, потом их стало 20, потом их стало 30 и так далее, да. Сегодня вообще-то проблемными являются 57 домов. Вот, и для нас было важно вообще понимать, а когда это остановится? Когда это вообще, вот, поставим точку, все, больше этого не произойдет. И это понимали не только мы, да, допустим, на оригинальном уровне, это, конечно же, понимала и федерация. И появилось ряд разных механизмов, да, которые, ну, по сути говоря, ставили препятствия для застройщиков, чтобы этих проблем больше не было. Потому что мы понимаем, это вал такой снежный, да, что мы просто его никогда не решим. И вот сейчас, наверное, вот та законодательная база, федеральная, да, она сегодня, наверное, так вот, осторожно скажу, ставит точку в этом вопросе. Создан фонд защиты прав обманутых дольщиков. Причем он федеральный фонд и с определенным ресурсом финансовым. Аналогичный фонд создан у нас в Пермском крае. Я, кстати говоря, являюсь председателем наблюдательного совета этого фонда. Поэтому в курсе этих всех событий. Для нас первое нужно было понять, вот сейчас 57 домов. Причем, когда мы стали разбираться, то по 7 домам, значит, там еще решения, дальше там будут приниматься некоторые, да, а заставшиеся 50 домов, когда ревизию провели, по 6 домам у нас нет обманутых дольщиков. Да, дом есть, как проблемный, так, вот, но там нет дольщиков, которые бы, значит, действительно понесли какие-то убытки. Осталось, значит, 44 дома. По 32 домам принято решение, причем 16 это будем достраивать. При этом фонд наш, вот уже региональный, является застройщиком. Это как бы структура, которая, по сути говоря, выступает как заказчик достройки данного объекта. Вот, по 16 домам принято решение о выплате. И это уже согласовано с жителями, и выплаты уже начались. То есть, по сути говоря, вот мы по 32 объектам, у нас картина понятная. Еще 12 объектов. Там разные ситуации по разным, значит, объектам. При этом по 10 объектам, сейчас принимаются уже решения и согласования с федеральным фондом, что же мы с ним будем делать, потому что надо провести некое обследование, экспертизу, да, и понять вообще, да, то ли мы по ним выплачиваем деньги, да, и тему закрываем, либо мы их будем достраивать. И по двум объектам там тоже сейчас, пока идет процедура, по сути, подали заявление, чтобы признать компании банкротом. Потому что условием помощи государства в таких ситуациях являются, по сути, такие позиции. Да, это действительно есть обманутые дольщики, и второе, компания признана банкротом. А если нет? Если нет, тогда уже дальше решаются вопросы, да, а что делать с объектом. И в том числе, благодаря тому, что правительство очень плотно отрабатывает с каждым застройщиками, с каждым объектом, да, у нас часть объектов все-таки будут достраиваться самим застройщикам. По одному объекту мы выделили дополнительный ресурс, это, по сути говоря, все равно деньги, в том числе и бюджета, значит, первенство агентства, значит, жилищного и потечного жилищного кредитования. Оно выступает в качестве, значит, кредитора, да, и, по сути говоря, застройщикам помогли, там, больше 200, по-моему, 30 миллионов рублей выделили. Это нормальный обычный займ, чтобы помочь застроить. Этот займ возвратный по нормальной схеме, то есть в том числе и такие меры поддержки. Нам ведь нет разницы, получается, как это сделать, но нам главное, чтобы мы решили, значит, проблему обманутых дольщиков. То есть подходы разные, но, по крайней мере, сейчас у нас есть, ну, если так можно сказать, там, некая дорожная карта, по сути говоря, по решению всей этой задачи. Вот, я считаю, это очень правильно, это очень здорово. Виктор Борисович, по вашим подсчетам, примерно какого количества людей или семей касается эта проблема? 50 тысяч. 50 тысяч человек, это очень много. Это очень много. Вот 811 тысяч квадратных метров, да, это порядка 50 тысяч граждан. То есть почти миллион. Да. Почти миллион. Вы сказали, что приняты решения на федеральном уровне, которые, ну, защищают дольщиков, снимают проблему, там, на какую-то перспективу. Что это за решение? Вопросы, связанные с открытием экскроу счетов, да, ведь это же важно. То есть сегодня, по сути говоря, банки, которые имеют аккредитацию, и где компании-застройщики сегодня размещают эти счета, по большому счету, это как бы гарантия того, да, что деньги не уйдут куда-то. Это же важно сегодня. Вот был же момент, да, когда мы там, страхование, да, этих вещей не сработало, не получилось, да. И вот сегодняшняя ситуация, когда вот ведение вот таких вот специальных счетов, да, я разговариваю, там, общаюсь с застройщиками. Ну, на мой взгляд, это решит задачу. Ну, видите, еще у нас есть как бы хвосты, так, наверное, я назову, когда застройщики получили разрешение на строительство еще вот до всех этих мер, да, и они еще сегодня, ну, к сожалению, есть еще неизданные объекты. Я очень надеюсь, чтобы они не попали в разряд проблемы, да, чтобы они не скатились в банкротство. Но в сегодняшней ситуации нет никакой гарантии, что этого не произойдет. Но, по крайней мере, да, даже если это произойдет, это уже не будет так массово. Это все равно будут как-то, может быть, единичные какие-то вещи, да. В ручном управлении можно будет порешать. А, кстати говоря, сейчас правительство, по сути, в ручном управлении этими занимается. То есть буквально вот так вот точечно по каждому объекту, по каждому дому детально. Причем надо же понимать, хорошо, мы заходим, мы финансируем. Вопрос, как деньги будут возвращаться? А ведь на самом деле в домах там ведь есть не только жилье, там есть, в том числе, и коммерческая недвижимость. И получается, если мы сегодня заходим в такой объект, если мы помогаем достроить, то что-то должно, значит, отойти государству, чтобы мы могли продать и, значит, вернуть хотя бы часть средств. Вот. Причем есть вот такие дома, где не все 100% квартир уже проданы и имеют дольщиков. То есть в том числе, вот. А наша задача что? Достроить дом, ввести в эксплуатацию. Значит, жильцы должны получить право собственности на свои там квартиры. Я вас слушаю и понимаю, что вопросов все еще больше, чем ответов в этой теме. Ну, безусловно. Вопрос непростой, крайне непростой. Но надо сказать, что никто не опустил руки, да, и правительство прямо вот очень упорно в этом плане работает. Мы, понятно, в одной связке, мы всячески помогаем. Все, что зависит от нас, такие решения, необходимые принимать с точки зрения законодательного собрания, конечно, они принимаются. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Вот на этой позитивной ноте, которая дает нам надежду о том, что все нужные решения принимаются, и вы следите за ситуацией. Мне остается только поблагодарить вас за содержательную, интересную, насыщенную беседу и традиционно пригласить. Приходите к нам еще. Спасибо, Валерий. С вами был Виктор Плюснин, депутат законодательного собрания Пермского края, и я, Валерий Мазанов. Это Лобби-Холл. Смотрите нас на Ветте 24. Обещаю, будет интересно.